Музыка Подготовились к мюзик-бокс-пати не только любители ночной жизни, но и сами звезды. Причем некоторые из них даже пожертвовали собственным отпуском. Целых два дня Стас Костюшкин из-за нашей вечеринки менял свои билеты в Дубае. В результате публика в восторге, а певец в убытке. Несколько десятков тысяч потеряно из-за переноса даты вылета. Я купил билеты, во-первых, первый раз забыли. Я купил на 20-е. И в инстаграме, спасибо, в инстаграм выкладывают. 23-го Одесса работает в Вайконе. Я говорю, хорошо, все, тогда я перенесу билеты. Я покупаю билеты на 24-е. Выясняется, мать вашу, что билеты. И улетаю я не 24-го, а 20-го. А я уже 20 тысяч доплатил к тем билетам, потому что переносил. Выясняется, что мне надо заплатить еще, потому что я улетаю не 24-го. А в 00.05 минут 25-го. Ты прикинь? А я не танцую, мать была баса. Нормально с вами, баса. Это женщина, она не танцует. Женщина, я не танцую. Никогда я не листую. Нет, я не танцую. В этот раз на мюзикбокс-пати артисты поздравляли всех студентов. Ведь вечеринка была организована в преддверии Татьяниного дня. Но, как известно, поход в клуб для учащегося удовольствия не из дешевых. И для тех, кто до сих пор ищет деньги на карманные расходы, мы собрали примеры звездных подработок в студенческие годы. Я был курсантом, я учился в Академии экономической безопасности. Я просто стоял в нарядах, мы получали зарплату. Я подрабатывал на стройке. Ты можешь смеяться. Я работал игрушщиком, я работал и дворником. Я расклеивал всякие вот эти вот, как называют, объявления. Да-да-да-да-да, там продаем косметику. А, я еще продавал, кстати, знаешь чего? Всякие утюги. Пылесосы. Как и Никита, Саша Текила в клубах частый гость. Правда, в основном злачные места артист посещает только по долгу службы. Саша так и говорит, я уже вырос. Клубный вид отдыха звезде не по душе. Но то, что в таких местах Текила может встретить невесту на одну ночь, артист не скрывает. Все мои находки в клубах были на один, ну максимум два дня ночи. Даже два, да? Ну, бывало, да, если так прям топ была девчонка. А так, ну, если серьезно, то я даже не рассматриваю. Мы все встречи, я надеюсь на случай, если я судьба. А на меня получится две тысячи лет. Я еще одно, да все как обычно, все как в другом кино. Ты на одной конце города, я в другом. Идет целый дождь, я смотрю в окно. Мы с Луя, рисуем ко мне на секре. Я ройдусь в себя, я приврусь в себе. В вопросах, касающихся дел сердечных, Текилу поддержали и его звездные коллеги. Никто из выступавших на мюзикбокс-пати не верит в то, что в клубе можно встретить свою настоящую любовь. Все, любовь можно найти на какой-то короткий промежуток времени в клубе. Ну, а потом это может перерасти во что-то большее. Но это редкость, мне кажется, чтобы из клуба вышло что-то такое. Исключительно серьезному человеку прийти в клуб и встретить... Серьезного человека, да? Серьезную женщину для серьезного. Да, наверное, да. Исключительно можно, конечно, да. Вот такую женщину можно встретить здесь. Искать свое счастье в клубе или нет – личное дело каждого. Зато всем влюбленным в качественную музыку телеканал Russian Music Box гарантирует взаимную любовь. И помогут нам в этом, конечно же, наши горячие вечеринки. Music Box Party теперь будут каждый месяц в течение всего года в Москве, и не только в Москве. Еще раз спасибо всем ребятам, все работали живьем. Все прошло супер. Хотел бы выразить благодарность всем выступающим артистам, которые сегодня выступали, потому что они реально зажгли. И я не ожидал. Я думал, что меня ничем не увидишь, но в этот раз... Эмиль – это супер чел, это лучший промоутер Москвы, ребят. Как бы, ну, вот без базара, ну, честно. Также искренне группа телеканалов Music Box выражает свою благодарность всем присутствовавшим артистам. Ну, а своим зрителям мы напоминаем, что теперь вечеринки будут чаще. А значит, вас ждет еще больше встреч с любимыми звездами. Один дома по собачьи. Четвероногая премьера собрала вместе всех любителей братьев наших меньших. Сюжет фильма «Елки лохматые» рассказывает о паре собак по имени Пират и Йока. Хозяев уехали, оставили их одних. В это время в дом решили пробраться грабители. Они и подумать не могли, какой их там ждал сюрприз. Это не собака. Это оборотник. Но сюрприз ждал и всю съемочную группу. Во время записи самого милого эпизода фильма собаки идеально исполняли необходимые трюки до команды мотор. Как только началась съемка, ситуация стала накаляться. То одеяло куда-то перетянется, накрывает с головой собак. То у Пирата какое-то поменяли одеяло, потому что оно было красивее. Ну, мы люди, да, нам показалось, что оно будет чуть-чуть как покрасивее. И одеяло другой фактуры. Оно не так заворачивалось. Пират постоянно перекручивался и выныривал перед камерой, как бабушка, вот в такой косынке. Несмотря на это, пушистые артисты справились со своей задачей. Им даже довелось сняться в клипе Нойзе МС на песню «Порвав поводок», которая стала саундтреком фильмов. Высунут язык, бар-бам, бам-бам, топ. На твой любовь призыв бегут со всех, но... Конечно же и сама премьера не обошлась без присутствия четвероногих артистов. Собаки с радостью пришли встретить свой звездный час в компании друзей. Так что премьера фильма прошла в весьма необычном формате. А там, кто знает, может, помимо одежды для собак, скоро начнут и настоящие собачьи кинозалы делать. Вход в них будет строго по спискам. Адрес-код – усы, лапы и хвост. Нервы напряжены, по телу пробегает легкая дрожь, сердце взволнованно стучит в груди. Вокруг суетятся стилисты, поправляют макияж, делают прическу. Зрительный зал взрывается аплодисментами, и теперь точно пора выходить на сцену. Нет, это не момент из жизни известных актеров. Это благотворительная акция «Голос добрых сердец», которая подарила возможность детям-инвалидам и малышам из детских домов стать настоящими звездами. Казалось бы, артисты за много лет практики выступлений на сцене уже научились справляться со своим волнением. Но многие юные участники этого концерта также не показывают публике свои переживания. Уверенность на сцене им дарит самое важное. Поддержка слушателей. Супер! Вообще круто! Мне очень понравилось. Даже не волновались. Абсолютно не волновались. Это было так неожиданно, мы не думали. Зал вообще потрясающий. Антмосфера прекрасная, энергетика. В общем, все. Настолько все получилось ярко, настолько понравилось нам. Я уже давно на сцене выступаю, а интересно спросить у ребят. Справились с волнением? Как считается? Да, все нормально. Ну, с волнением я справился. Главное, чтобы Бог помог. Но это самое главное. И у меня все получилось. Вместе со своими наставниками они проделали большой путь, чтобы оказаться в этот вечер на сцене. Долгие часы совместной подготовки принесли свои плоды. А в урной овации зрительного зала сказали все за себя. Приезды там в течение месяца, наверное, полутора. То есть мы периодически встречались. Ну, готовились мы активно последние две недели. Я играл в футбол, потом у нас охранник есть, дядя Юр, ну вот, он сказал, иди зайди, тебя зовут. Я говорю, я это иду, так возмущаюсь. Почему вот сейчас вот играю в футбол, тренировка должна быть? Ну вот, иду, захожу, а там Алла стоит. Говорит, сейчас будем это в актовом зале репетировать. Среди наставников у ребят были артисты и музыканты. Все они прошли кастинг, прежде чем попасть в этот проект. После совместного выступления сразу стало понятно, что творческий союз артистов и детей перетек в нечто большее. Он перетек в дружбу. Это настоящее счастье, что я встретила на своем пути вас. Я встретила своих друзей, поддерживающих меня, и тоже развивающихся. Знаете, я вот могу секрет уже сейчас раскрыть. Мы буквально познакомились в пятницу, вот в эту, которая была. Я не сразу узнала о проекте, поэтому не было возможности особо готовиться. И когда вот в пятницу я приехал и познакомилась с этим удивительным человеком, вы не представляете, ей всего 14 лет, а в ней такой стержень сильный, в ней столько любви к жизни, к окружающему миру. Нашли двух замечательных девочек и предложили сделать им номер на мероприятие «Лига Добрых Сердец». Они согласились, они работали, занимались. И вот результат. Все старались. Да. Старались, да, подружиться. И надеемся на новые дальнейшие проекты совместные. Обязательно. Голос Добрых Сердец подарил всем участникам новых друзей. А кому, как не ребятам, из интернатов и детям-инвалидам, это так важно. Ведь, как говорил Марк Твен, доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. Мы чувствовали, что, ну, мы чувствовали любовь в этой песне, когда пели. Я, на самом деле, сам в прошлом воспитании детского дома, и для меня это настолько близко. Я не имею права вспоминать своих друзей и вспоминать прошлое. Сегодня я призываю всех артистов помогать, вспоминать и быть рядом с такими вот ребятами. Они должны вырасти замечательными людьми, и без нашей помощи ничего не получится. Но что еще дал этот благотворительный вечер своим юным участникам? Конечно же, каждый из них смог не просто прикоснуться к своей мечте, но и в полной мере ее исполнить. Голос Добрых Сердец помог детям воплотить в жизнь их творческие таланты, и тем самым доказал, что нет ничего невозможного. Теперь многие из ребят точно решили, кем они хотят стать в будущем. Я всегда любила петь, но когда я стала этим заниматься вперед, я поняла, что это очень, может быть, непросто, и нужен очень большой труд. Но когда ты видишь перед собой большинство, точнее множество зрителей, которые с большим интересом смотрят на выступления, и сама энергетика, ты забываешь про волнение и поешь, чувствуешь себя самым счастливым человеком на свете. А будущее имеет свойство рано или поздно наступать. И каждому из нас искренне хочется, чтобы это самое будущее было добрым и светлым. Мероприятие «Голос Добрых Сердец» в рамках акции «Лига Добрых Сердец» лишний раз доказывает то, что у каждого из нас есть шанс сделать свою жизнь такой, какой мы ее захотим. И тогда прекрасное далеко точно не будет к нам жестоко. Такие мероприятия позволяют ребятам себя как бы реализовать, да, показать себе свои способности. Их может кто-то заметить, да, их может кто-то увидеть. И, соответственно, это уже подаст им толчок для достижения их цели, их задачи. Но не только у молодежи, все будущее еще впереди. Это гостям вечера доказал капитан и ветеран труда, исполнивший песню «День Победы». Его энергичности и жизнерадостности позавидовал бы любой из нас. Победы, как он был, от нас далек, от нас не был шумфой луколет. Вы не версты, а в горелые пыли. Это день, ты мне жаль, как на пыли. И мне хотелось именно показать для молодежи вот именно такие вещи, потому что они трогают за сердце. В жюри конкурса вошли советник председателя российско-военного исторического общества Ростислав Мединский, генеральный директор Московской Федерации футбола Александр Старцев, исполнительный директор российской футбольной премьер-лиги Сергей Чибан, футболист Виктор Булыкин, экс-солистка группы «Стрелки» Салия Росевер, а также много других значимых персон. Дети, которые участвуют из детских домов, сироты, конечно, им нужно то добро, то тепло, которое сейчас здесь происходит. Им нужно отвлечься все-таки от своей немножко трудной жизни и поучаствовать в чем-то хорошем. Я тоже хотела сказать слава благодарности, потому что для детей истинное счастье они сегодня и радость получают. Это память на всю их жизнь. В этот вечер в клуб «Радио Сити» поддержать юных музыкантов приехали и другие гости. Все они хотели показать детям, что в этом мире есть те, кто думает и заботится о них. Мы пришли поддержать музыкальный проект «Тимби Фэмили», «Тимон», «Лючана», «Галина». Так как мы сами являемся организаторами международной благотворительной акции «Моя мечта и путь ней», которой уже 9 лет, и сегодня наши подопечные тоже здесь дети. Они будут выступать, показывать свои таланты, а мы их поддерживаем. Должен внутри почувствовать, как мы можем помочь, как мы можем эту проблему решить вместе. Банально, да, допустим, тебя возьмем, ты стоишь, снимаешь, но ты утром тоже выходишь на работу, и ты можешь помочь, допустим, бабушке перейти через улицу, взять ребенка на руки, помочь что-то сделать. После выступления все участники получили полезные призы. Подарки от «Санлайт», городского центра развития и карьеры, сети ресторанов «То да сё», фитнес-клуба «Зебра» и, конечно же, уникальный футбольный мяч с автографами футболистов сборной России. Такой сюрприз особенно пришелся по душе тем ребятам, которые жизни своей не могут представить без спорта. Что больше всего вам нравится? Танцевать, петь, спортом заниматься. Я в футбол умею играть. Мы любим спортом! Организаторами благотворительной акции «Голос добрых сердец» стали Российская футбольная премьер-лига, Московская федерация футбола при содействии российского военно-исторического общества. В таком тандеме им удалось достичь максимального результата. Конечно, в дальнейшем мы будем стараться работать вместе для того, чтобы решить вопрос главный, который поставил перед нами президент и министр культуры России – это воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к отечеству. Когда видишь глаза счастливых ребят, когда чувствуешь, как они с надеждой сжимают твою руку, то понимаешь, что такие мероприятия должны проходить намного чаще. Именно поэтому организаторы позаботились о том, чтобы эта акция стала ежемесячной. Финальная часть мероприятия состоится 12 декабря 2015 года. Всего мы планируем в этом году провести 10 мероприятий, 10 таких акций. В общей сложности это будет 240 детей и порядка 170 артистов, которые мы в этом году привлекаем. Возможность сделать счастливым людей вокруг есть у каждого из нас. Особенно в нашей поддержке и заботе нуждаются дети, которые растут без родителей или имеют инвалидность. Равнодушным быть просто. Намного сложнее раскрыть глаза и увидеть мир вокруг таким, какой он есть на самом деле. Но вместе мы это сделали. И теперь в дневнике жизни маленьких ребят началась новая глава. Редактор субтитров А.Семкин